Они понимают разницу между подписью и акцептом, знают все про ферты, кредиты и кэшбэк. Ученики 10 класса этой школы финансовой грамотности учатся 4-й год. И хотя зарплату они еще не получают, но средства на карманные расходы уже инвестируют с минимальными рисками. Я считаю, что финансовая грамотность это прежде всего основа экономики, которой необходимо знать абсолютно каждому человеку. И я считаю, что также нужно изучать ее уже хотя бы на базовом уровне в школе, чтобы потом, когда мы войдем во взрослую жизнь, чтобы потом нам уметь правильно распоряжаться своими финансами. Все люди без исключения каждый день связывают с деньгами. И каждому человеку нужно правильно уметь ими распоряжаться. Мы не можем представить нашу жизнь без каких-либо денежных операций. Но иногда из-за незнания мы можем совершить очень большие ошибки. Идея привить такие знания подросткам родилась в 2011 году. В 2016 в пилотных школах начались первые уроки. При этом предмет финансовой грамотности это о практике. В отличие от предмета экономики, где в основном дается теория. Когда я буду только этот урок в чистом виде экономики давать, я им скажу, какие бывают банки, какие бывают кредиты, подо что можно взять. Можно взять потребительский кредит, можно взять ипотечный, можете взять под машину кредит. Это одно, это теория. Когда вы научитесь просчитывать через математику, тогда выбор ваш будет более рациональный и прибыльный. А всего лишь, может быть, нужно правильно посчитать. Взять калькулятор и посчитать. Второй пример. Финансовый ликбез не только для школьников. В обучающих семинарах участвуют и преподаватели. Лекции им читают представители крупнейших банков страны. Каждый учитель, вернувшись в свой класс, будет уже транслируя, преломляя через себя эту информацию, доносить до каждого ученика. И мы надеемся, что каждый ученик, как это зерно рациональности, принесет свою семью и, может быть, где-то откроет глаза своим родителям. Задачу воспитания гармонично развитой личности перед системой образования поставил президент России Владимир Путин. В это понятие входит и обладание практическими знаниями, как работать с деньгами. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на августовской педагогической конференции сделал акцент на повышении финансовой грамотности школьников. В долгосрочной перспективе такой подход обеспечит стабильность экономики и устойчивое развитие общества. Руслан Шарипов, Виктор Соколов. Новости губернии.